Минуты до старта крылатой ракеты от самолета разведки получены координаты эсминца противника. Штурман ракетного катера рассчитал курс и пеленг на цель. И вот уже нажата красная кнопка. Маскит называется эта крылатая ракета. Она не только жалит беспощадно, но и прихлопнуть такого комара практически невозможно. Средства противовоздушной обороны противника бессильны. Летит 780 метров в секунду, это 2,5 маха. После того, как она вышла из контейнера, она делает сложные углы после стартового разворота. И при подлете к цели она делает также поперечные развороты, что не дает противнику предугадать ее действия и, собственно, сбить. Для Данила это уже вторая стрельба. На Тихоокеанский флот после института пришел полтора года назад. Но молодому командиру ракетно-артиллерийской боевой части уже доверяют самые сложные задачи. Этот удар наносили два катера одновременно. А чтобы самим не попасть под обстрел, ставили ложные цели средствами радиоэлектронной борьбы. Имитировали нахождение в районе порядка 8 целей, когда фактически в районе находилось только две цели. Это ракетно-катерная ударная группа. И на фоне этих 8 целей выполняли ракетную стрельбу. 120 километров от ракетно-катерной ударной группы до плавающей мишени, меньше трех минут полета москита и цель уничтожена. Эти учения ТОВ проходят одновременно в двух морях – Охотском и Японском. В них участвует около 50 кораблей и судов обеспечения флота. Артиллерия бьет по берегу и морским мишеням. Задействованы в основном малые противолодочные и ракетные корабли. Те, что охраняют базы Тихоокеанского флота от удара противника. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов. Новости на Восьмом.